Всем привет, друзья! Вы на канале Мира и Мира, и с вами снова я, Бизнесмен. И, кстати, многим не понравится моя футболочка, да? Ну, в таком случае вы можете нарисовать мне другой скин, обсудим всё ВКонтакте. Я вам обязательно поддам какому-нибудь приз, ну, в общем, мы договоримся. Так что, если вы хотите, ну, сделать мне более, лучше, более доработанный скин, то обязательно пишите мне в ВК или в Инстаграм, ну, или в любую другую соцсеть, которая предложена в описании. Ну, а сегодня, ребят, мы будем стараться увеличивать наш запас, ну, так сказать, активов. Я уже заработал 168 тысяч биткоинов, и на эти деньги я могу купить себе много чего. Ну, например, расширить свою территорию. Но сегодня, ребят, давайте мы всё-таки будем расширять не свой бизнес, а свой дом. Потому что бизнесмены, конечно, живут во всяких не особо хороших домах, но этот дом, ну, слишком не особо хорош, и поэтому я хочу его сейчас улучшить. Ну что ж, поехали. И только я хотел улучшить свой дом, как вспоминая то, что, аааа, с того рейда на Гриффера Гриппера выбил столько шалкербоксов, которые желательно сейчас разобрать по местам. Кстати, да, ребят, пока я перебирал свои сундуки, я наконец-то нашёл свой щит Патриота. Ха. Ну, он не идёт, в отличие от шлема, который мне вообще не идёт. Ну, в общем-то, ребят, также я у своего друга террориста, ну, который очень хорошо профессионально играет в террарию, украл зелье возврата, и теперь могу в любом месте её выпить и вернуться прямо к себе домой. Круто же, да, согласитесь? Ну, и либо же у меня есть другой вариант, это око возврата, которое просто одним кликом возвращает мне свой дом. Ну, в общем-то, тоже крутая штука. Ну, и вот, я наконец-то прибрался, и теперь смело могу... Что? Ага, да, алло. Ребят, мне позвонил флагман. А, здравствуйте, здравствуйте. Что? Угу, хорошо. Сейчас, сейчас приду. Ребята, походу, мне дали новое задание, и я даже не успел... Я только успел прибраться, ну, ладно, в общем-то. Флагман говорит, что какая-то армия неприятеля ворвалась в энд и пытается уничтожить мой родной город. Ах, короче говоря, в общем, ребят, нам нужно срочно её остановить. Я не знаю, кто это, может, грифер-крипер, может, тут другой, ну, ладно, срочно прыгаем в наш эндер-портал. Ну, что ж, полетели. Говорят то, что... Ах, так, эндер-дракон, здрасте, как дела? Говорят, что какой-то странный, злой человек бомбардирует этот город из своего НЛО. Ну, не знаю, он украл идею меня. Не знаю, что я смогу с ним сделать, но я, по крайней мере, постараюсь. Похоже, я пришёл слишком поздно. Остался только один поломанный корабль. Ах, ладно. Заберём отсюда элитру. Ну, и немного золота. Пускай. И теперь, ребят, мне нужно срочно отомстить за... За этот город огромный, который тут раньше был, его полностью уничтожили. Ну, всё ясно. Это, опять же-таки, шайка грифера-крипера. Ах, его эти глупые криперы, надо их как-нибудь от них избавиться. Ну, что ж, оружие грифера-крипера, которое ты сам мне подарил, пора опустить тебя в ход. На, взлетаем. Только осторожно, потому что эти криперы сейчас меня без брони уничтожат, ну, прям, за несколько секунд. На, на тебе, получай. Я лучше буду... Я оттекаю отсюда, короче. Они, оказалось, намного сильнее, чем я думал. Так что нужно съесть яблоко-ноточи, пока не поздно. И попробовать их уже уничтожить с обычного оружия, потому что они какие-то мощные, слишком сильные. Полетим ещё выше. И да, кстати, я как раз-таки привёл сюда НЛОшку, чтобы всё было топчик. Ну, как вы помните, в прошлый раз НЛО моя уничтожила такой флот за несколько секунд, но на этот раз я даже принёс новое оружие. Если сейчас не получится по-обычному с ним поболтать, то я вам уже покажу своё оружие, в общем-то, ребята. Ну, а пока что давайте Коща я придумал. Ну, на тебе, Крипер взорвался, другой отлетел. Отлично. Вообще хорошо. О, кстати, это же, это же Ресистенс. Да, это сопротивление к урону третьего уровня. Шикарно, шикарно просто. Ничего себе, Гриффер Крипер обделил своих друзяшек. Нормально, нормально. Ну, мы не знаем. Я, наверное, скорее всего, использую этих же самых Криперов для того, чтобы уничтожить его флот. Ну, а пока что посмотрим, что тут вообще можно полезного забрать. Да, конечно, Гриффер Крипер очень щедрый. Он тут ничего не оставил. Ну, найду я тебя ещё, я за всё отомщу. За то, что ты уничтожил мой город Края, который, ну, в принципе, не была моей родиной, но всё же обидно. На тебе, получай, получай. Ой. Короче, ребят, сейчас я разберусь с этими Криперами. Видимо, тут нужно будет всё-таки использовать своё оружие. И будет всё топчик. Ладно, полетели. Ну, что ж, моё оружие смерти очень, ну, короче, готово запускаться. Получайте, нате вам. Ах, так, отлично. Обожаю уничтожать флот Гриффера Крипера. Ну, что тут? Что ещё? Кто ещё остался в живых? Для тех, кто не понял, это оружие действует на вагонетку с воронками. Ну, точнее, динамиту в вагонетке. И таким образом просто уничтожает всех Криперов, которые находятся на этом флоте. Видимо, всех Криперов зачистили. Хотя нет, вон там ещё один остался. Но, в принципе, с таким-то оружием мы их очень быстренько уничтожим. И да, кстати, спасибо Мотычу за то, что подарил мне такой хороший командный блок. Я его, пожалуй... Да, пожалуй, я его не могу даже установить. Ну, хорошо, ребят. В общем-то, я сделал своё дело. Тут не осталось ни одного Крипера. И так что пьём зелье возврата и возвращаемся... Да, конечно, зелье возврата не работает, когда я в Энди. Но, в таком случае, вернёмся по старинке. Ну, короче, ребят, сейчас мы соединяем Жемчуг Края с каким-то порошком. И получаем Око Эндра. Ну, короче, возвращаемся домой. И теперь мы-то будем перестраивать наш домик уже. Потому что я защитил... Ну, короче, отомстил Гриферу Криперу, его флагману. За наш город Края. И поэтому мне ещё шабашку прислали. О, спасибо. Это, однако, приятно. Ну, и, в общем-то, сейчас будем уже расширять на эту шабашку свой дом. Потому что у меня очень много ресурсов. Вот здесь вот это всё строительные боксы, в которых куча разных блоков. Ну, и вот тут ещё тоже есть строительные боксы немножечко. Так, отдадим бабла флагману взамен на биткоины. Ну, короче, ребят, в общем-то... Сейчас мы уже перестроим дом. И я вам покажу, как это всё получилось. Ням-ня, очень вкусно. Я решил, что буду строить себе отдельный домик, а этот сдам квартирантам. Ну, как бы уже... Какая-то которая серия, и пора уже что-нибудь нормальное себе построить. Так как я слишком богат, я могу смело покупать стройматериал за 500 биткоинов. И уже у меня будет такой вот шалкер, который я обеспечен надолго. Ну, и также я закупил с ним небольшими вот элементами декора, которые мне могут пригодиться. Ну, давайте купим побольше зачарованных столов. Чё, это я бомж, что ли, какому-нибудь? И побольше маяков. В принципе, сейчас я могу это себе вполне позволить. После того, как у меня есть карьера и всё такое. В общем-то, не знаю, зачем мне проводники, но пусть будут. Ладно. И также заодно пополним запас своих золотых яблок. Конечно, неудобно кликать их по одной. Надо предложить им сделать сразу оптом. Ну, там, покупку оптом этих золотых яблок. Ну, в общем-то, пока что пускай будет так. О, а вот уже пришёл челик, который бы не отказался поселиться в этом доме. Ну, ладно, ладно, как хочешь. Кстати, как он сюда пришёл вообще, а? Я тебя не звал. Ну, да ладно, рассмотри, осмотрись там. Может, что-то понравится. Ну, что ж, приступаем к строительству. Вот уже готов каркас. Тут такое вот облако из белого стекла. И тут вот внизу лава. Ну, в принципе, такое вот дизайнерское решение, что мы ходим как будто бы по облакам. Мне довольно нравится. Да, конечно, жаль, что я играю без модов, потому что я хочу играть на новейших версиях. На старых версиях нету биткоинов. Ну, а модов на биткоинов тоже нету. Ну, в общем-то, биткоины проще стать командами, а не модами. Так что я играю именно на новой версии. Да и к тому же, какой бизнес с модами, извините. Если вы хотите, то я могу открыть, конечно, такую рубрику, где я буду еще Industrial Craft развивать. Там всякие там другие моды. И, ну, тоже именно с такого вот точки зрения бизнеса, скажем так. Ну, в принципе, для этого есть рубрика выживания с модами. Так что переходите прямо туда. А здесь я играю чисто на ванилию, но с биткоинами. Ну, и вот, ребята, представляю вашему вниманию вот такие вот апартаменты. Да, я, конечно, все строил не сам. Я нанял работников за свои биткоины, которых у меня, ну, просто очень огромное жирное количество. Так что вот оно, представляю вам такой вот огромнейший замок. Оцените его по шкале от 1 до 10 в комментариях. Мне, думаю, я думаю, вам понравилось. Тут такой вот декор с хорусами. Маленькими, низенькими. Тут вот, смотрите, внизу пока что-то я ничего не сделал. Тут надо будет тоже оформить декорациями, но это все я уже сделал в следующей серии, наверное, ребят. Тут у нас зелеварка. Да, тут тоже не особо таки хорошо все доработано. Ну, да ладно. И вот здесь вот у меня склад. Три шалкер-бокса, с которыми я чаще всего взаимодействую. Так, на тебе. И также здесь у меня склад, который я еще не полностью забил своими ресурсами. Некоторые я оставил вон там вот на флагмане, но ни в коем случае я о них не забыл. И скоро времени тоже их сюда принесу. Ну, так что, ребят, в общем-то, вот так вот. Такого вот серия получилась. Думаю, вам она понравилась, потому что мы сегодня отбивали... Ну, короче говоря, опять же сражались с флотом Грифера Крипера. И построили такое вот шикарное здание. И теперь-то я уже не буду бомжевать, жить в том корабле. А корабль я уже сдал квартирантам. Пускай платят мне лишние бабки. Они никогда лишние не будут. Ну, и, в принципе, все, ребят. Пишите, какие идеи вы бы ждали от следующей серии. Что бы вы хотели увидеть там. Ну, я буду очень рад читать ваши комментарии. Ну, а на этом мы прощаемся. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok